Потом меня отправили в Минский театр к Ярославу Антоновичу Ващеку, к гениальному дирижеру, который с меня шкуру снимал так, за что ему низкий поклон и вечная память светлая. Потом, конечно же, уже мои дирижеры, с кем я дальше работала. Величайший дирижер современности Джан Андре Гавадзе Невласкало, гениальный пианист, маэстро Пизаника, с которым я занималась по 8-10 часов в день, произношением, фразой итальянской. И я могу сказать, что называть сегодня моих учителей, может быть, не хватит этой программы. И всем им низкий поклон, потому что все, что в моей жизни случилось, хорошего, это мои учителя, спасибо им. И даже если кто-то меня не любил и делал мне какие-то неприятные вещи, тоже большое им спасибо, потому что в любом случае это урок. А уроки дорогого стоят. Уважаемая Мария, вы упомянули Минск, но из Минска вы попали в Центр мировой оперы и оказались в партнерах с самим Лучаном Поворотом. Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, это такое счастье, что я вот когда там была в этот момент, я не понимала даже, где я, что я. Я только знала, что я маленький-маленький винтик, который должен сделать свою работу настолько правильно и хорошо, чтобы не испортить великий спектакль великих певцов. Вот это было самое важное во мне. И только когда я уже приехала в Минск, я увидела вот эту вот программку, где была написана Лучана Повороте, Фиоренцо Кассотто, Ринато Брузон, маэстро Джан Андрея Гавадзени и какая-то Мария Гулегина, я только тогда у меня... началось вот, знаете, такое вот как бы уже послевкусие. Что же это было? А попала я в Ласкало благодаря ученику Евгения Николаевича Иванова, Пати Бурчуладзе, который приезжал заниматься к Евгению Николаевичу в Одессу. Он меня слышал, естественно. И я помню, когда Людмила Ильинична, Евгений Николаевич, ему говорили, Пата, ну скажи, ну что она делает? Вот она вышла замуж. Детей начала рожать. Что она вообще творит? Ей нужно петь, ей нужно идти на сцену. А я думаю, ну нет, ну учусь в консерватории. Ну хорошо. Ну сейчас у меня ребенок, потом через год, через два будет еще ребенок, потом еще через два, через три. Еще ребенок и буду я. Да, нормальная женщина, буду преподавать пение в школе. Ну достойная работа. А что нет? Учитель тоже. Вот растить и сеять добровечное. Почему бы нет? И вот тоже он говорил, ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Вот куда ты сейчас летишь? Я говорю, лечу домой. К мужу. Ты что? Пата. Гораздо раньше начал свою карьеру. Он пел «Лоскало». И его спросили, кто может быть второй после великой, величайшей Гены Димитровой. И Пата вот так вот сказал, вот есть одна девочка в Одессе. Вот она сейчас заканчивает консерваторию через там год. Вот она может это все петь. И когда приехал доктор Мацони в Москву, там были переговоры по поводу гастролей «Лоскало». Вот меня вызвали на прослушивание. И я пела это прослушивание. И когда доктор Мацони спросил, сколько вам лет, я сказала 23 или 24 на тот момент, не помню. И будет ли мне интересно работа в «Лоскало»? Я так подумаю, интересно, а что мне предложат? Я думаю, ну, даже хор я согласна. Что бы ни было, я согласна. А когда он сказал петь «Набука», «Абигаилев Набука», я сказала, пожалуйста, переведите, пожалуйста, маэстро, что я должна спросить у своего педагога, если он мне разрешит, то я это буду петь. Он сказал, очень удивился, он сказал, что вы разумны не по годам. Осторожно. Вот так вот все началось. И я приехала потом, вот приехала, спела прослушивание. Но как было всегда в советское время, госконцерт, мой контракт куда-то заныкал. Они хотели, очевидно, чтобы поехала народная артистка Советского Союза, ну или хотя бы народная артистка республики, солистка Большого театра. А Ласкало им сказал, нет-нет-нет, мы хотим вот эту вот девочку. И поскольку уже это было поздно, то народную артистку не взяли на «Набука», а меня пригласили на следующий год на бал «Маскарад», когда я спела с Лючано Повороте, Фиоренцо Кассотто и Рената Брузон. Это мой самый первый контракт. И слава богу, я не понимала в тот момент, где я, что я. И только понимала вот чувство долга, знаете, вот не подвести, не подвести себя, страну своего педагога. Вот знаете, вот такое вот бывает. Мы же тогда такие были. Мария, скажите, пожалуйста, а что помогло вам войти в круг мировых оперных знаменитостей? Элементарно, Ватсон. Труд. Труд. И как когда-то сказал великий маэстро Мути, он сказал, что если летать, нужно летать низко. Нужно немножечко все-таки склоняться перед Господом, который тебе дал голос. И в принципе, ты когда вот только выходишь, ты молодая, конечно, у тебя амбиций полно. Но тоже нельзя забывать, что на сцене тоже стоят люди, которые уже задолго до тебя тут доказывают, что они что-то могут и что они певцы. Это вот самое главное – работа, труд. Тем более, что у меня никогда не было звукозаписывающих фирм, которые бы вот стояли за мной и которые бы вот… Ну вот мы же знаем, вот практика нормальная. Это вот звукозаписывающая фирма должна продать альбом. Вот этому театру дает какие-то деньги, средства. Этому театру. И начинаются постановки здесь, постановки здесь. И все вот так вот это раскручивается. Все, у меня этого не было. Может быть, тоже хорошо. Потому что у людей тоже бывает на слишком большую рекламу, тоже бывает чувство отторжения. Правда ведь? Вот знаете, тоже можно сравнить с тем, как вот зайти на вершину. Если ты сама поднимаешься в гору, сама, и ты знаешь все тропки, ты потом уже не слетишь головой вниз. А если тебя доставили туда на вертолетике, ну, конечно, ты уже ничего не знаешь, что там. Так что я считаю, что самый главный труд, терпение, смирение, но, конечно, амбиции. Амбиции тоже. Как в Минске восприняли ваше решение уехать? Я думаю, с огромной-огромной радостью. Просто счастье. Потому что, в принципе, они вот это все и сделали, чтобы я уехала. Я была, как я уже говорила, молодая, амбициозная. И вообще у меня такой вот революционный дух во мне горит. Чувство справедливости. Вот я думаю, ну, как же так? Вот мне Пата помог, и я теперь пою на Западе, пою в Ласкало, пою в Америке, везде и всюду пою. А наши певцы, никто им никогда не помог. Их нужно просто услышать, чтобы их взяли на Запад. Я даже организовала прослушивание. Семь человек из всего театра выбрали и повезли в Лондон. Мой агент на тот момент Марк Хилдрю. Спасибо, я не получила. Но дело не в этом. Но когда я начала воевать за то, чтобы все оперы исполнялись на языке оригинала, понимаете, потому что перевод, он все равно не может быть точным. А композитор все-таки в каждую свою фразу он уже написал так, как она должна звучать. Например, в Дон Карлосе, когда Елизавета поет Карло, Севоль Филиппо Ди, Карло, и идет запятая пауза. Почему? Потому что, Пренчи, потому что до этого она ему всегда говорила Карло. Они были помолвлены, жених и невеста. Она ему всегда говорила Карло. А это первый раз они встретились, она уже королева, она уже жена отца, мачеха. Она ему говорит Пренчи. И у нее от того, что она ему говорит Принц, у нее перехватывает дыхание. Композитор об этом уже подумал, понимаете? Так что, наверное, настоящую оперу, высший класс нужно слушать так, как написал композитор. Вот сейчас вот смешно, правда? А тогда вот я первая в Минске вот эту войну и затеяла. И мне все говорили, что у меня какое-то неправильное, у меня несоветское мышление, и вообще у меня, ну, в общем, я враг народа, короче. И подписали против меня большую петицию в ЦК партии Белоруссии, чтобы, ну, в общем, какие-то ко мне приняли меры. Ну, кроме того, что на тот момент мне уже было где-то года 32-33, даже меньше, наверное, потому что в 26 я получила заслуженную артистку. Нет, 30 где-то было. И за какие-то вот мои дальнейшие заслуги мне уже хотели меня представить к народной артистке Белорусской ССР. И вот тут, конечно, вот народные артисты, ну, действительно, они по много-много лет работали, они пахали, они везде и всюду, как сказала мне одна народная артистка. Ты что? Ты думаешь, ты народной артисткой будешь? Там власкала, поехала хвостом, повиляла. Ты что? Ты думаешь, ты народная артистка? Вот ты попой у нас в колхозах. Она права. Она права. Потому что поездить по вот этим колхозам и надевать на туфельки валенки, чтобы пройти по грязи и вот это вот все, это действительно нужно быть народной артисткой, чтобы вот так вот везде и всюду вот в таких вот ужасных условиях петь, где расстроены рояли. Она права, я понимаю. Но вот так вот там получилось, что вот они подписали вот такую петицию и спасибо им. Огромное, огромное человеческое спасибо. Потому что, если бы не это, я бы там до сих пор сражалась бы за права всех певцов и всех народов и, в общем, просто погибла бы. А так я уже знала, что меня как бы выдавили, как из тюбика, да, и теперь я должна сама по себе, как кошка. Мария, такой вопрос, как и почему вы стали членом Паралимпийского комитета? Дело в том, что по мне сейчас не скажешь. Я родилась с большими-большими отклонениями. Моей маме просто советовали меня оставить в родильном доме и сказали, что ничего хорошего не будет, ходить я не буду никогда и что моя единственная возможность ездить в кресле каталки, что мама меня родила, когда я была уже почти 40, и что не нужно вот такого ребенка оставлять, что это только лишние проблемы. И моя мама даже рассорилась со своими друзьями, убежала из родильного дома буквально на второй, на третий день, показывала мне всем врачам, все врачи кивали головой, что нет, нет, это невозможно. И когда вот она уже, вот знаете, вот просто как в кино было, вот она стоит на остановке вот с конвертом, который вот с такими шикарными бантами, с синими, потому что ждали мальчика, с такими синими шикарными бантами, стоит и рыдает, и подходит к ней тоже на остановку ее однокурсница, с которой они во время войны студентками медицинского института были эвакуированы в Куйбышево, когда они там работали в госпитале, как младший медицинский персонал, и спали в очередь, потому что в очередь спали, ни у кого не было отдельной кровати, понимаете, вот Галина Ефимовна Ген, профессор, была такая в Одессе, и она сказала, ну что, Талонька, мою маму, Наталья звали, и так все Талочка называли, ну что, Талочка, давай рискнем, и вот они начали мне вот крутить эти мои несчастные ноги, и может быть там как раз мой голос и прорезался, потому что я орала так, до двух лет мне нельзя было вставать на ножки, в два года на меня надели такие специальные ботиночки, знаете, которые вот такие вот крутят, и когда меня мама вывозила в коляске, тоже нельзя было ходить, ну просто такие, хоть как-то, все говорили, ой, мамаша, вырядилась, вырядилась, а ребенку неправильно обувь надела, в четыре года на меня надели нормальные, вот я помню, красненькие сандалики, и вот как только я уже научилась топать чуть-чуть в сандаликах ровненько, меня мама отдала на ритмику, потом был балет, потом была гимнастика художественная, и тоже вот в детстве тоже был врожденный порог сердца, почему нельзя было заниматься гимнастикой серьезно, потому что нельзя было нервные потрясения, потому что там что-то было незарощенное, и тоже нельзя, и тоже говорили, что вот-вот помрет, вот-вот помрет, но вот видите, какая я живучая оказалась, какое-то время я даже стеснялась этого, знаете, вот сказать, что вот у меня что-то были, какие-то проблемы, я стеснялась, а потом вот, когда я увидела по телевидению Паралимпиаду, когда вот, я просто, я тоже захотела, и я вот где-то тоже рассказала вот эту историю, и я поняла, что я должна что-то делать, и я все время вот сейчас вот долблю всех, что я должна ходить вот в больнице, вот где рождаются детки, вот не совсем в стопроцентной кондиции, да, ну и что, ну и что, но это же родное, вот поэтому я и в Паралимпийском комитете, я очень счастлива, что я могу что-то делать, и для меня это большая гордость, и большое тоже, понимаете, это меня поднимает очень, потому что, я же тоже человек ленивый, тоже хочется иногда, знаете, там вот, ой, там заболела, там заболела, да, ну вот травмы сценические, тоже их много было, и тоже хочется где-то полежать, потом сама себе говоришь, что? Руки в ноги, и пошла, понимаете? Нет слова «не могу», нет слова «не хочу», нет слова «больно», есть слово «надо», вот это самое главное, и то, что эти ребята встают с диванов, со штырями, в спине, в ногах, протезы, вы бы видели, вот это самое важное, когда в человеке вот это огромная сила духа, понимаете, дух, который не сломить, ну подумаешь, болит, да, но они за страну, они за себя, за своих родителей, или даже вот, когда нет родителей, когда их бросили в детских домах, а потом вдруг родители находятся, понимаете, вот они хотят доказать своим родителям, те, которые им бросили, что вот смотри, мама, смотри, вот я твой сын, я вот это могу, так что вот поэтому я страшно счастлива, что у меня вот, у меня такая возможность быть почетным членом, я в принципе, и не то, что почетным членом, я вот после Паралимпиады в Пекине, я тоже сказала, что, а может быть, я тоже вот начну тренироваться и буду бегать, вот как этот поводырь, потому что слепые спортсмены, они бегут с поводырем, я думаю, ну может быть, я начну вот бегать, вот я тоже что-то буду делать, чтобы, ну хоть что-то, вот понимаете, вот, ну что-то для этих людей. Дорогая, дорогая Мария. Спасибо. Вы считаетесь лучшей исполнительницей многих оперных Ари, и в частности, Ария Абигаил. Вот что сделало вас лучше? Вы знаете, пока еще карьера идет, лучше вот этого все не заморачиваться, кто лучший, кто худший. Потому что, если вдруг начнешь, вы знаете, когда бежишь дистанцию, и вот ты первая, да, потом начнешь, а, я первая, и все, раз, и ты уже в этот момент раз и прозевала, ты уже не первая. А Абигаиль, конечно, петь ее сложно, она написана достаточно сложно, но я тоже там сейчас уже так, ну, обнаглела, я уже тоже добавляю какие-то вещи, которые еще более сложные. Но, очень интересный характер, несчастная, несчастная девушка, которая попала под манипуляцию вот этого сочердоты, священника, который вот это все делает. Она не дочь Набука, это мы знаем по первоисточникам, а на дочь его наложницы. И он когда-то эту наложницу зарубил за измену. И когда он убил и ее, и того, с кем вот эта наложница изменяла, он увидел ребенка, пожалел, взял в дом. И вот это была Абигаи. И потом, когда она находит это письмо, ей больно, потому что она, в принципе, тоже понимает, что она не имеет права ни на что. но она имеет право на любовь Измаэля, но Измаэль ее не любит. А завоевать любовь силой никак нельзя. И вот это вот очень много разных таких граней, знаете, как в бриллианте все это сияет, сияет, и каждый раз что-то по-новому. Музыка. 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 Мария, скажите, пожалуйста, а насколько нужно оперному артисту, тем более обладателю большого голоса, актерское мастерство? И кто открывал для вас эти тайны? Кто были ваши педагоги? Замечательный тоже вопрос. Вы знаете, голос большой, маленький, но лучше, конечно, большой, чтобы можно было выразить много разных чувств, это инструмент. Третий сезон «Власкала», когда я пела, мне так посчастливилось петь тоску. Я должна была петь тоску. Вы представляете, моя первая тоска «Власкала». «Власкала» Я помню, меня пригласили где-то за месяц до репетиций, и мы с величайшим режиссером Пьером Фаджони все продумывали, все, каждое слово, ноту. Как я должна спеть эту фразу, чтобы было вот это понятно этому, а публика, чтобы понимала, что я например, играю, или что я говорю не то. Понимаете, вот чтобы был двойной смысл, чтобы не было вот просто, ну, спело и спело. И для этого, конечно, нужно было изучать итальянский язык, чтобы он стал как родной. Невозможно петь вот так вот, как тебя просто научили, и ты поешь вот сегодня так, завтра так. Есть певцы, которые поют одинаково каждый день, потрясающе. Низкий им вот и шляпу можно снять, это замечательно, но мне кажется, даже лучше где-то какую-то вот помарку там или что, вот если в тебе вот эти страсти клокочут, но каждый раз что-то по-новому. И вот этому меня научил Пьер Фаджонни. Мария Агасовна, как вы можете, ну, все-таки возраст, как вы можете определить оперную иерархию? Как по-вашему, кто должен быть главным в опере? Первый композитор, второй дирижер, и потом каждый певец на своем месте, и режиссер уже в конце. Но дирижер очень важен, мне кажется, что именно дирижер должен быть той совестью музыкального произведения, музыкального спектакля, который не должен дать развалиться ему. Вот один может певец прийти и сказать, я не хочу петь вот полностью, допустим, арию, я не хочу петь двойные кабалеты. Он скажет, нет-нет-нет, извините, стиль такой, надо петь двойные кабалеты. Но сейчас, к сожалению, командуют парадом режиссеры, которые не любят оперу, и им кажется, что чем скорее вот это вот все пройдет, тем лучше. И поэтому двойные кабалеты, естественно, убираются, какие-то куски из ансамбли выкидываются. Жалко. Но я считаю, что все-таки первый дирижер, певцы, и потом уже режиссер. АПЛОДИСМЕНТЫ Мария, как вы сосуществуете со своим собственным голосом? Как вы о нем заботитесь? Что вы для него делаете? Все. Вы знаете, все. Потому что вот как я раб лампы, вот как вот, вот как джин раб лампы, так вот я раб своего голоса. Если у меня впереди какой-то концерт, спектакль, а они вот вот еще года, пока ребенок был маленький, пока он летал со мной, то я пела буквально через день, через два, вот так вот. То это было постоянно. Вот спела, укуталась домой. И занимаешься дальше. Сейчас больше счастья, потому что сейчас я больше пою сольных концертов и большие программы, и сольный концерт нельзя петь как спектакли. Сольный концерт это как праздник, как экзамен. Вот когда вдруг ты заболеваешь, во-первых, ты подводишь себя, свое имя, конечно. Ты подводишь людей, люди старались, одевались красиво, для них это праздник, они шли на твой концерт, правда? И вдруг ты заболела, не имеешь права. Вот мой предпоследний концерт, в большом зале консерваторий. Это уже при том, что я так всегда все-все продумываю, все точно. Но так получилось, что я прилетела, и мне надо было срочно начинать заниматься вот к этому концерту подготовкой. И тут вдруг мы уже два дня занимаемся, ко мне прилетел пианист из Ласкала, Макс Була, мы занимаемся. И вдруг приходит сын и вот говорит, что моя собака умерла на улице, во дворе, во время прогулки. И вот тут у меня не хватило эгоизма какого-то, или разумности такой. И я вот выскочила, в чем была, я вот побежала. Все. Воспаление легких, бронхит, трахеит. И когда я приехала в Москву, врачи сказали, и не думайте даже. Никак, как, как, я говорить не могла, не думайте. А тут висят афиши на зале, большом зале консерватории. Я всегда говорю, оттуда можно уйти только по одной причине. Летальный исход. Никаких других причин, чтобы отменить концерт в большом зале консерватории, быть не может. Так что голос это все. Я всегда стараюсь сделать и вся моя семья. Вот я, мой муж тоже может подтвердить, он тренер по греко-римской борьбе, государственный тренер России. Он это все понимает и видит, как я готовлюсь. И тоже говорит, что у спортсменов раз в четыре года Олимпиада, а у певцов каждую неделю. Так что как вы думаете, классическая опера сливаясь шоу и так или иначе, или как-то современеваясь, теряет что-то или наоборот приобретает? Трудный вопрос. Вы понимаете, это вот именно градация. Когда опера ставится с учетом и уже какие-то возможности привносятся, возможности, которые мы сегодня имеем, и компьютерной графикой, что-то такое, это все замечательно. Все может быть. Но самое главное, когда музыкальный материал не уничтожается, когда не подменяются какие-то идеи, понимаете, когда не делается эта вещь просто для того, чтобы развеселить публику. Думают, ну вообще, ладно, кому нужен тот Руслан и Людмила, если там не будет голых, каких-нибудь обнаженных. Ну кому нужна, допустим, Кармен, если там не будет какой-то пошлятины. Когда ставится опера с уважением каждой ноте, когда каждая драматическая линия прожита, когда каждая мысль донесена до зрителя и дошла до сердца, когда зритель плачет в зале. Когда есть, как говорил мой учитель Ярослав Антонович Ващак, катарсис, потому что люди приходят ради этого. Вот это важно. Все остальное, вот это вот, знаете, такая попсовость не нужна совершенно, абсолютно. И вот то, что говорят, что нужно якобы оперу донести до зрителя и опустить вот до тех, кто вообще ничего не знает, неправда. человеку, у кого открытое сердце, человеку, которого открытая душа, пусть у него не будет образования, но человек родился в простой семье, его родители всю жизнь пахали вот на страну, там, на семью, да, они не виноваты, но у них сердца открыты, понимаете, и для них нужно оперу показывать не в упрощенном детском варианте, как бы, вот для, вот на пальцах рассказывать, а нужно показывать вот высоко, и тогда у человека будет, понимаете, вот стремление к чему расти, вот он увидит вот это опера, понимаете? Спасибо. Кто ваши любимые авторы и партнеры, почему вы их любите? Ну, почему можно любить? Любят, наверное, не почему, наверное, потому что вот в сердце кто-то попал, вот есть люди, которые вот видишь вот первый раз и чувствуешь какую-то вот близость, да, вот смотришь в глаза, чистые, открытые глаза, и ты видишь, что этот человек тебя не предаст, не обманет. Партнеры точно так же, ты видишь, что человек на сцене тоже выкладывается как ты, видишь, что он не держит какой-то вот камень за пазухой, что он не старается переорать или перепеть. Вот партнер, когда в опере особенно важно и в театре, в любом, когда взаимодействие, вот смотрите, я не знаю, может быть, это не тактично напоминать о нашей неудаче хоккейной команды? Нет, тактично. Тактично? Ну, хорошо. Прилетели все звезды НХЛ, а команда где? Нет. Вот то же самое в опере. Хорошо, когда все звезды, но эти звезды должны уметь быть командой. Когда каждый тянет на себя, ничего не будет. Ничего. Мои любимые авторы, если вот для пения, это понятно, я пою Верди, Пучини, Беллини, обожаю, хотя я пела только норму. Самое интересное, что у меня премия Беллини, я не знаю, за что, может быть, мне ее просто дали и сказали, «Сеньора Гулегина, вот вам премия, только больше не мучьте композитора». Вот. Может быть, не знаю. Но, во всяком случае, премия Беллини у меня есть, но я его обожаю. Верди обожаю, Пучини. А слушать я обыкновенно люблю Рахманинова, Чайковского обожаю, Малера люблю, Шопена люблю, обожаю. Вот это мои любимые авторы. Уважаемая Мария, как вы готовитесь к спектаклям? Вы знаете, когда я здорова, это такое счастье. Это такое счастье. Вы знаете, как Наташа Ростова к балу, наверное. Я привезла, вот, например, перед концертом в Кремле, я привезла вот какие-то платья, там уйма была. Я и мужу показала, и во всех платьях показалось. Вот что ты думаешь, это вот это на Татьяну, вот это на Орлеанку. Это, знаете, вот такое вот ожидание праздника, как у Марины Цветаевой. Знаете, вот когда ожидание праздника, это даже больше, чем праздник. Что-то такое возвышенное есть. Конечно, нужно поесть правильно. Мясо. Немного. Но чтобы это были калории. Или вот что полагается, вот тоже я обожаю вот мои дни, когда я пою, я себе позволяю сладкое, например, Крем-бруле или Наполеон. Счастье. Счастье. Что вы делаете в свободное время? Интересный вопрос. В зависимости от того, где я, когда у меня спектакль следующий, время года. Например, летом я очень люблю в свободное время поехать на море со всей семьей. счастье. Счастье. подарили такой очень-очень важный, меня назвали, дали такой важный-важный титул. И так принимали, на таком уровне, вот королеву так принимают только. И я решила тоже, я думаю, ну что ж такое, вот я делаю русскую кухню, я умею, я умею кавказскую, всю армянскую, грузинскую, итальянскую, а вот Осетия, что? И вот я вот сейчас последнее я осваиваю, я научусь делать осетинские пироги. Вот. Страшно люблю готовить, просто. Для меня вот счастье, когда Новый год, вот вся семья дома, я могу за два дня вот стать, босая на кухне, и вот это все готовить. Конечно, это страшно, если у меня через неделю спектакль, но я тогда уже это не так делаю, потому что это все надо, вот готовишь, на Новый год, быстренько на веранду поставить там, вот там холодец, да, там заливной, осетрина, там все такое. Вот. Вот это я обожаю делать. Вязать люблю, когда есть время, и нужно просто помолчать, и что просто так не сидеть, дурака не валять. Люблю вязать. Платье себе иногда вяжу. Так что, нормальный человек. Я очень люблю, вот когда мы можем с сыном ходить вот в лес тоже, когда я его забираю с собой. Он у меня маленький, 14 лет, но уже где-то под метр 90 ростом, 46 размер ноги, и то есть вот сначала я с ним вот так ходила, а теперь сейчас я уже вот так хожу. Вот. Общаться с ним интересно. Столько нового дети рассказывают. Удивительно. Просто удивительно. Вот это я люблю. Собаки я очень люблю. Вот у меня вот вчера новые пополнения в семействе. Да, у меня новая девочка, тоже Бивер. Зовут Далила. В прошлом году мне муж подарил на Новый год Кармен. Бивер тоже. А в этом году вот он мне подарил на 8 марта вот такое счастье. Так что, у нас дома сейчас двое детей маленьких, четвероногих, ждут нас. Конечно, не все складывалось вот в моей судьбе, вот как бы я бы хотела. Конечно, правильнее было бы, вот как я вышла замуж в 18 лет, вот так и прожить много-много лет с одним и тем же человеком в радости и в горе, да. Вот я думаю, что вот это вот у меня единственная может быть такая вещь, которая у меня не получилась. Но вот сейчас я вот замужем, и я думаю, что лет 50-60 мы с моим мужем проживем. Я вас всех приглашаю на свою золотую свадьбу лет через 46. Это ужасно было, когда ты всю жизнь поешь о любви, твои роли, все за тебя бьются, убиваются, и ты вся такая, а ты одна. Ты одна. Вот у тебя двое детей, но ты одна. Вот это самое страшное в жизни, и я никому такого не желаю, и вот сейчас могу сказать, что я наконец-то счастлива. Так что все, видите, все хорошо. Спасибо.